Благодарю вас, что остаетесь с нами. Это традиционное время новостей на Первом Карагандинском. Обещаю рассказать все самое интересное. Меня зовут Полина Малюкова и мы начинаем. Понадобится ли детям школьная форма иранцы или опять можно будет обойтись смартфоном? Главный педагог области Есенгазы Иман Галиев рассказал, в каком формате пройдет новый учебный год. Превышение предельных цен не выявлено. В Саране работают четыре мониторинговые группы. Они следят не только за соблюдением санитарных требований, но и инспектируют аптеки города. Самыми распространенными причинами трагедии на воде становятся купания в нетрезвом виде и в запрещенных местах. Спасатели регулярно проводят рейды, в ходе которых разъясняют карагандинцам простые правила. Средина лета, самое время начинать подготовку к школе. Вот только родители в подвешенном состоянии. Понадобится ли детям школьная форма иранцы или опять можно будет обойтись смартфоном? До сих пор неизвестно. Главный педагог области Есенгазый Мангалиев прояснил ситуацию и рассказал, в каком формате пройдет новый учебный год. На расширенном заседании правительства президент Касым Жумартукаев усомнился в готовности Министерства образования и науки к началу учебного года. Вопрос формата обучения остается открытым. Одна из проблем – качество инфраструктуры и интернета. Более 20% учителей не смогли эффективно дистанционно преподавать, потому что у них дома не было полноценного интернета и компьютера. В Карагандинской области эту проблему уже решают. На сегодняшний день компьютерный парк насчитывает 32 529 компьютеров, 5461 ноутбук и 1671 планшет. Общее количество – 39 661 единица. В этом году закуплено 2864 единиц компьютерной техники. Из них 1495 компьютеров, 250 ноутбуков и 1119 планшетов. На эти цели было выделено 433,2 миллиона тенге. До начала учебного года планируется еще закупить 1655 компьютеров. По предварительному плану в 322 школах области запланировано дистанционное обучение. В 112 – на смешанной форме, в 73 – в штатном режиме. С 1 июня по 1 августа на сайте электронного правительства идет прием документов в первые классы. Заявления рассматриваются один рабочий день. Особенностью стало, что медицинскую справку можно предоставить позже – до начала учебного года. Сейчас мы все видим двухнедельный карантин, поэтому тоже никто не планирует такие мероприятия. Поэтому мы все ситуации от пессимистических до оптимистических имеем и рассматриваем. Поэтому у нас с начала августа уже идет подготовка учителей, запланирована. Это не только нами, а вообще по всему Казахстану. Поэтому средства заложены, есть программы, которые уже обсуждены нами. И за две недели эти учителя будут обучены. За летний период отремонтируют более 400 объектов образования. Для этого из бюджета выделили более 16 миллиардов тенге. Также все школы области обеспечат видеонаблюдением. А на учебно-методический комплекс потратят почти 2,5 миллиарда тенге. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Превышение предельных цен не выявлено. В Саране работают четыре мониторинговые группы. Они следят не только за соблюдением санитарных требований, но и инспектируют аптеки города. В настоящее время в Саране работают 14 аптек. Все организации функционируют с усилением дезинфекционного режима. Одна из главных задач специальной мониторинговой группы – это контроль над ценами на лекарственные препараты. В этой аптеке ответственно заявили – цена на прежнем уровне. Предельные цены мы соблюдаем согласно приказу 104-му от 1 января 2020 года. Цены у нас не растут. Бывают небольшие отклонения, но цены мы держим в норме. В первые дни июня многие граждане в панике стали скупать противовирусные и жаропонижающие препараты. Сегодня ситуация стабилизировалась, заявляют фармацевты. И даже если не найдется одного лекарства, к примеру, парацетамола, то в аптеке всегда предложат другие парацетамолосодержащие препараты. На данный момент мы имеем аспирин, ибупрофен, парацетамолосодержащие препараты – это антигриппин, террафлю, тайлокинг-хот, максигриппин, ну и много других препаратов, которые можно заменить и содержать парацетамол. Пожаловаться на завышение цены или качества препаратов можно в службу СИНИМ-109 или по телефону 8701-7109-109. Стоит отметить, что во время рейда в Саране члены мониторинговой группы не выявили превышение предельных цен на лекарства. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Касым Жумартукаев провел расширенное заседание правительства. На заседании рассмотрели меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период. Президент раскритиковал бывшее руководство Минздрава и пригрозил правительству. На борьбу с коронавирусом выделят еще 150 миллиардов. Главная задача сейчас – остановить распространение и добиться значительных результатов в лечении больных. Глава государства пригрозил правительству. Если за две недели ситуация не улучшится, станет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе. Тукаев заявил, что никто не слушал мнения главного санитарного врача. В результате страна получает гуманитарную помощь и благодарит иностранных экспертов за их советы. Президент Касым Жумартукаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом. Все виновные должны нести ответственность. Руководители Фонда обязательного медицинского страхования и СК «Фармация» будут уволены. Разбирать ошибки чиновников теперь будет специальная комиссия. И к другим новостям. С начала года на водоемах Карагандинской области утонули 4 человека. Самыми распространенными причинами трагедии становится купание в нетрезвом виде и в запрещенных местах. Сотрудники ДЧС регулярно проводят рейды и разъясняют карагандинцам простые правила, способные им сохранить жизнь. Установившаяся в регионе жаркая погода добавляет работы сотрудникам ДЧС. Стремясь охладиться, горожане отправляются на пляжи. На территории Караганды всего 17 водоемов. И только два из них официально разрешены для купания. На необорудованных пляжах установлены запрещающие знаки. Купание здесь, по словам спасателей, опасно для жизни. Немаловажной проблемой остается и то, что прибрежная территория больше напоминает свалку. В том году всегда перед приездом Акима, когда должен был смотреть, у нас всегда приезжал Кумжилтранс, привозил автобус полный людей. Они ходили, собирали, в трактор грузили, машину вывозили. В этом году, видать, Аким не ездит, поэтому никто и не убирает. Товарищи, так не пойдет. И если вопрос мусора пока полностью лежит на совести отдыхающих, то за распитие алкогольных напитков на пляже и купание в запрещенных местах грозит реальный штраф. До сегодняшнего дня в отношении нарушителей составлено 124 материала по административным протоколам. Из них 92 по статье 440 и 32 по статье 364. Статья 304 у нас составляется в отношении лиц, нарушивших правила поведения в общественных местах, а также и составляется протокол в размере 5 МРП. Сотрудники ДЧС продолжат регулярные профилактические мероприятия. Спасатели напоминают, купание под действием алкоголя и в необорудованных водоемах опасно. Особое внимание на отдыхе необходимо уделять детям. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проходят рейды и на улицах города. Главная цель – рассказать родителям о мерах, способных уберечь малышей от трагедии. С начала года в Карагандинской области из окон квартир выпало 15 детей. Один из них скончался. Детская любознательность часто приводит к печальным последствиям. В городах одна из самых распространенных причин травматизма и смертности – падение из окон. Только в этом году в Карагандинской области зафиксировано 15 подобных случаев. И вся ответственность в таких ситуациях ложится на родителей. Важно подумать и обезопасить пространство дома, отодвинуть от окон мебель, объяснить детям, что находиться на подоконнике опасно и, конечно, не оставлять малышей без присмотра. Во-вторых, использовать элементарные меры безопасности, такие как сложное открывание, ограничители всевозможного рода. Даже если в настоящий момент нет возможности установить такие ограничители, можно просто выкрутить ручку и этим обезопасить, сделать так, чтобы ребенок не смог открыть окно. Еще хотелось бы сказать, чтобы никогда не рассчитывали на москитные сетки. Они не созданы для падения. И ребенок, когда он находится на подоконнике, тем более один, он представляет, что эта москитная сетка, она как бы безопасна. И опираясь на нее, случается, зачастую случается трагедия. Чтобы как можно лучше донести все эти правила до населения, спасатели выходят на улицы города с рейдовыми мероприятиями, раздают памятки, отвечают на вопросы. Ну, детей своих беречь надо обязательно, продумывать все за них заранее, на сто шагов вперед, потому что это дети. Это самое дорогое, что у нас есть. Ну, мы живем в частном доме, конечно, но все равно соблюдения идут. Мы очень переживаем за них, конечно, смотрим за ними, рядом с нами они все. Мы, родители, в этой суматохе, постоянное зарабатывание денег, эта пандемия, забываем о самом главном, о наших детях. Поэтому эти рейды нужны, эти напоминания нужны, и безопасность детей – это самое главное в жизни. И поэтому я думаю, что они проводят хорошую работу, полезную работу, нужную работу для людей. Рейды в городе проходят регулярно. Из-за карантина в традиционном формате мероприятие прошло только четвертый раз. Но разъяснительные работы ведутся в режиме онлайн, публикуются социальные ролики, брошюры с правилами техники безопасности бесконтактно раздают жителям многоэтажек. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Лучший студент СНГ 2020. Выпускница Карагандинского университета имени Академика Букетова победила в республиканском проекте международного масштаба. Она стала обладательницей медали и диплома первой степени. У меня, у нас есть уч Schritt Sunny 2020. У меня есть уч rebuild. У меня есть учитель Università Dyke-Université. У меня нет учительства. КartoTF休息 является. У меня учитель студента Ик-Уменджерматим. В этом году это жизнь для физико-технических факультета. Все четыре года девушка не только грызла гранит науки, но и активно занималась научной и общественной деятельностью. К конкурсу специально не готовилась, случайно наткнулась на него в социальных сетях и решила попытать удачу. Об этом конкурсе я узнала в инстаграме, официальной странице, можно сказать, Объединение юридических лиц, Общенациональное движение «ББЕК». В инстаграме «ББЕК» они опубликовали то, что объявляют конкурс «Лучший студент 2020 СНГ». И вот я со своей руководительницей поговорила, она меня поджрала. Мы собрали мою портфолио, написали автобиографию и отправили на этот конкурс. Примерно ушло время, можно сказать, неделя, потому что до этого у меня портфолио у меня всегда собранное, как бы она готова ко всему. И вот я написала автобиографию, мы написали зарядку и подали на этот конкурс. Студенческая жизнь девушки была яркой. Между лекциями и семинарами Перезад успевала возглавлять комитет по делам молодежи своего факультета, организовывала праздничные мероприятия, занималась волонтерством. Ей также посчастливилось проявить себя на республиканском конкурсе «Астана-Ельжурига». В дальнейшем планы, в дальнейшем, на будущие планы — это поступить на магистратуру, дальше продолжить свою учёбу и преподавать по своей профессии, работать, преподавать в физике, научить детей тому, чего знаю я, чего научили меня мои преподаватели. Я думаю, будущее нашей страны — это в наших руках, в руках молодёжи и следующего поколения, которое идёт за нами. Основная цель конкурса «Лучшие студенты СНГ-2020» — выявление проектов молодых учёных и развитие студенческого сообщества. Заявки были представлены из вузов Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации, Беларуси и других стран. Именно победители вошли во вторую книжную коллекцию «Международная энциклопедия талантливой молодёжи». Полина Малюкова, Даниил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. До встречи в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова